Куча мала за несколько месяцев превратилась в царь-гору. Здесь царит и невежество горожан и, пожалуй, бездействие тех, кто должен принимать меры, говорит Лариса Веровская. На ее глазах выросла стихийная свалка. Сначала это были коробки, теперь чего только нет. Мебель, чемоданы, ковры, ну и куда без них растительные отходы. При этом тут же стоят опустошенные контейнеры. Показалось, видимо, мало. Вот еще, так сказать, мусорка. Причем народ, как муравьи, волокут с утра до вечера, привозят на машинах, выбрасывают. Лариса Алексеевна обращалась в районную администрацию. Оттуда даже приходил специалист две недели назад. Но пока результат налицо. В индустриальном нам пояснили, площадкой пользуются жители ста домов, частного и многоквартирного сектора. Мол, обслуживает ее новая мусоровозящая компания с условиями договора, которой горожане не согласны. Им предлагают дополнительно оплачивать вывоз растительных отходов. После завтра там встретимся с эко-комплексом и представителями частного сектора, домовладельцев. То есть, утрясем все вопросы. Мы эту свалку видели, не отрицаем. Ну, до вторника меры будут приняты. Меры по стихийным свалкам принимают в масштабах всего города. За последние четыре года очищено более 370 загрязненных территорий. Большая часть за бюджетные деньги, а это 33 миллиона рублей. Но, сетуют экологи, в 30% случаев кучи мусора появляются на тех же местах, несмотря на штрафы, запреты, ограждения и даже контейнерные площадки. На сегодняшний день, согласно перечне загрязненных территорий, мы должны будем убрать 80 земельных участков. На сегодняшний день работы проведены на 35 участках. В текущем году по статье 27 было наложено, значит, миллион, где-то порядка миллион 700 тысяч наложен штраф. А тратим в текущем году на ликвидацию свалок 5 миллионов 200. Напомним, за нарушение правил благоустройства физические лица могут быть оштрафованы до 3 тысяч рублей, должностные до 10 тысяч, юридические до 50 тысяч рублей. Власти отмечают меры, приносят свои плоды. В городе становится меньше грязных историй. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова